всем привет сегодня у нас продолжение уборки в комнате пока у мальчишек сейчас буду мыть окна окна буду мыть после нового года что мы наносили рисунки вот одно окно я уже протерла надо водой просто мыльной теперь надо так помыть чистой водичкой вытереть насухо из подоконников поубирать тоже игрушки игрушки карандаши все стоит на подоконнике сейчас вам покажу вот я начала мыть окошечко поубираю вот это вот все со стола потом вот второй подоконник тут тоже он куча всего и карандаши и все 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 короче это надо послаживать поубирать и вот она куча которая старая осталась у меня со вчерашнего дня тоже убрать вот это вот такой вот уголочек Будет школьника для Тёмы. Вообще идеально, шикарно. Тут никто не будет мешать ему. Он сел. Единственное, надо купить ещё лампу. Хочу лампу купить. Она стоит у нас, по-моему, 1200. Но это туда дальше. После Илюшиного праздника, наверное, купим лампу эту. Посмотрим. И будет хорошо. У нас есть лампа? Временно ему пойдёт. А то я хочу настольную такую специальную хорошую лампу. Либо широкую лампу вот сюда вот так вот повесить. И будет хорошо. Так что сейчас проступаем к мытью окон. Вот, видите, там снежинки нарисованы. Вот это вот надо всё мыть. Не только у мальчишек, по всем окнам. Короче, работа не ждёт. Надо всё делать, чтобы было красиво. Мия спит у нас. Наверх, но залазь. Вот, давайте посмотрим, как он залазит. Вчера шлёпнулся. Но он шлёпнулся, потому что у него в одной руке была книжка. Залазь, залазь. Помочь? Давай. Ударился ножкой. Давай, помогу. Я тебя держу. Вот теперь боится. Упал раз и боится. Ой. 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 Ой, карапуз. Ой, всё? Да. А Мия спит? Не надо. Она тебе не нужна. Нет, телефон нельзя. Телефон можно, говорит. Постель заслана. Вот так вот всё поубирали. Мам, я что-то вижу. Что ты видишь? Ладно, мама пошла мыть окна. А ты гуляйся. Ладно. И буду одним глазом смотреть на тебя. Может, слезешь, а мама будет спокойно мыть. Ну, я хочу и так сидеть. Ну, сиди тогда. Захочешь слезть, скажешь мне. Понял? Чтобы не упал. Ну, вот окошки я помыла. Помыла с этой стороны. С той стороны они такие грязные. Но открывать окно мыть я не буду. Потому что на улице, если в холоде вот так вот мыть окно, да, снаружи, то расстаются разводы. Просто-напросто. Очень некрасиво. Сняла тюльки сразу постирать, простирнуть, освежить. В машинке. Ой, у нас обои отошли. Надо подклеить. Прям сильно-сильно отошли. Надо уголки сюда купить на откосы. И подклеить обои, и чтоб они не задирались. И красить надо он уже, видите, откосы. Короче, надо делать. Вот как-то так. Сейчас буду наводить порядок. Поставила туда. У меня в этих вот коробочках, спод капсулы, лежат карандаши, фломастеры. Чтоб рисовали дети. Чтоб они не валялись так кучкой. А вот послаживала в такие вот коробочки. И дети берут и рисуют ими. Очень удобно, кстати. Ну, а я пошла дальше заниматься уборкой. То, что уборки еще много. Еще хватает. Надо еще окна помыть, протереть. В зале хочу. Сегодня у Насти в комнате. У нас в спальне. Не знаю, как получится. Посмотрим. А Мия у нас все спит. Сегодня буду готовить лазанью. У меня есть. Уже давно покупала вот такие вот листы для лазаньи. Плюс у меня есть. Заместо муки добавлю вот такую штучку. Женечка, спасибо тебе. Вот прошел ее черед. Я ее и хотела, отложила на лазанью. Думаю, как буду готовить лазанью, добавлю ее. Все никак. Дальше я через блендер пропустила лук, морковку. Сейчас буду все это делать. Покажу, короче. Готовим соус баланьезе. Короче, нашла рецепт в интернете, в ютубе. Вот по этому рецепту буду сегодня готовить лазанью. Это первый соус. Что я сюда добавила? Фарш 800 грамм. У меня свиной. Лук 2 штучки, морковь 2 штучки, чеснок 2 зубочка. Соус томатный 500 грамм. Это пол-литровая баночка. И плюс столовая ложка томатной пасты. Постное масло 5 столовых ложек. Сливочное масло 2 столовые ложки. Базилик, перец, соль. И тушить это все 30 минут. Вначале я добавила постное масло и сливочное масло. Добавила чесночок, обжарила. Потом добавила лучок чуть-чуть. Ну как, не обжарила, так вот чуть-чуть протомился он. Сверху потом пошла морковочка. И до мягкости готовила лук-морковку. Сверху положила фарш. Разминала его, чтобы не было комочков. Чуть-чуть протушила фарш. Буквально чуть-чуть-чуть-чуть. Потом добавила томатный соус с томатной пастой. Соль, перец, базилик. И вот теперь мы тушим. Это первый соус баланьеза. Сейчас сделаю и будем делать второй соус. Осталось совсем-совсем чуть-чуть. Теперь готовим соус бешамель. Добавили масло 100 грамм. Сейчас оно у нас растопится. Так, растопили масло потихоньку. Добавляем муку. И тщательно перемешиваем. Готовим это все на медленном огне. Но у меня за место муки, вот та вот пачечка, что присылали, там тоже добавлена мука. Это тоже все для макарон. Получается у нас вот такая вот густая масса. Теперь постепенно вливаем молоко и тщательно перемешиваем. Молока мы должны вылить ровно литр. Так, доводим наш соус до кипения. Вот такой-то он густой получается. и выключаем. Теперь будем подготавливать наш противень. Такой вот густой соус получился. Так, приготовили противень. Сейчас будем все выкладывать на самый низ. Ложим. Я взяла лопатку, потому что распределять удобнее лопаткой. Вообще хорошо силиконовая, но у меня силиконовая сломалась, к сожалению. Будем делать так. Густоват что-то у меня получился этот соус. Ну ничего, первый раз ничего страшного поесться. Главное, чтобы было вкусно и чтобы это поели. Чтобы это не был перевод харчей. Может кисточку взять силиконовую. Будет лучше распределяться. Так. Вроде распределили. Теперь берем наши листы и кладем. Ух ты, поломался один. О, гляньте, как хорошо у меня получается. Вот так вот. И теперь другим соусом все это делаем. Ух ты, чуть не нет внимания. Все это делаем. 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 Так, теперь насыпаем это все тертым сыром. Так, я сделала чуть-чуть неправильно, надо было сюда еще соус бешамель сверху этого баланьеза, но ничего страшного, мы положили сыр, сейчас еще соус этот сделаем, у нас по-новому. Сыр надо было сверху этого соуса, но ничего, а мы вот так сделаем. Новый рецепт получается. Да, густоват у меня этот получился. Ну, первый раз делаю растительную жару, главное, чтобы было вкусно, чтобы это поели, а не выкинули. Вот это будет тогда обидно, перевод харчи. Кстати, листы на лазанью, купила я уже давно-давно, все, никак не могла их приготовить. Так, будет у нас как-то так. Лазанья по-донбассски. Теперь сверху ложим опять листы. Так, и снова повторяем. Те же слои. Те же слоя. Все это делаем. Я так поняла, слое можно сделать сколько хочешь, на сколько хватит продуктов. Мне надо кисточку себе купить, выгадать деньги. Ой, кисточку, лопатку силиконовую. Вот ей намного удобнее это все дело делать. Так, теперь сверху второй соус наш накладываем. Его почему-то получилось меньше, чем этого. Так вот, выложили и сверху посыпаем опять тертым сыром. и в духовку на 30-40 минут. Ну вот, наша лазанья готова. Сейчас я отрежу кусочек и покажу вам в разрезе и попробую, получилось у нас лазанья или нет. Можно ли это кушать? Так, ну вот он, кусочек лазаньи я отрезала. Уже немножко попробовала. И хочу сказать, что это очень-очень вкусно. Тесто пропеклось. Вот эти пласты. Ну как пропеклось, оно приготовилось. Оно не сырое и очень-очень вкусное. Ребята, советую, рекомендую приготовить. Ой, извините, это у меня кашель такой удушающий. Так что, ребята, рекомендую, советую, готовьте такую лазанью. Очень вкусно. Можно приготовить и побаловать себя и семью. Так что, всем приятного аппетита и до новых встреч!